Всем еще раз привет! Меня зовут Анастасия Медведева. Сегодня я вам расскажу про то, почему я считаю, что ваши метрики вам не нужны. Но до того, как я раскрою эту мысль, пару слов о себе. Имея опыт работы в проектной деятельности в Ангострах, курировала портфель проектов одной бизнес-линии, что я делала, также участвовала в выстраивании процесса управления проектами. И, собственно, в дальнейшем развитии этого процесса. И также участвовала в agile-трансформации компании. Потом был опыт работы в Сбере, где я работала с компаниями экосистемы. Я анализировала уровень agile-зрелости этих компаний и, собственно, на основе результатов исследований готовила программы развития. Сейчас я работаю в Тинькофф, отвечаю за формирование процесса end-to-end поставки продуктов в рамках экосистемы. Что я делаю? Я адаптирую гибкие практики под процессы компании, обучаю темблюдов, заказчиков и выстраиваю процесс работы на уровне программы и уровне портфеля в рамках нефинансовых сервисов. Мой доклад будет поделен на два больших блока. Первый блок про то, как метрики процесса могут обмануть и что делать, чтобы не быть обманутым ими. И второй блок, почему я считаю, что метрики процесса не являются оценкой эффективности работы. Собственно, давайте разбираться. Начнем с первого. Очень упрощенный процесс разработки. Представим, у нас есть запрос. Он принимает форму задачи для разработки. Команда берет его к себе в работу, реализовывает, и на выходе у нас готовое решение, которое передается пользователям. В какой-то момент появляются менеджеры разных ролей. Это тим-лиды, руководители разработки разных уровней, менеджеры продуктов, владельцы продуктов, бизнес-заказчики. Они все собираются и смотрят на эти команды и задаются вопросом, как оценить эффективность команд разработки. Первая мысль, которая приходит, нужен дэшборд, где будет много метрик. Это будут метрики процесса работы и метрики качества. По-первых, будем смотреть время и периодичность поставки. По-вторым, наличие ошибок. Сказано, сделано. Создается дэшборд, где куча графиков, куча сигнальчиков, вот этих индикаторов. И что получается? Видим зеленый сигнал, все хорошо, проблем нет. Видим желтый сигнал, требуется внимание, нужно что-то делать. Красный сигнал, все плохо, команды работают неэффективно. И с этого самого момента начинается неумолимая гонка за вот этим зеленым сигналом. Собственно, если у нас горят зеленые светофоры, команды молодцы, они работают хорошо, менеджеры довольны. Горят желтые сигналы, либо красные. Проблема с эффективностью работы команд, нужно что-то срочно делать. Мой аргумент, что не всегда зеленый сигнал светофора равен хорошему результату работы команды. Есть такая фраза, которую популяризировал Марк Твен. Он ее приписал премьер-министру Великобритании Бенджамину Дизраэля. Звучит она следующим образом. Существуют три вида лжи. Ложь, наглая ложь и статистика. Так, верните назад, пожалуйста. Так вот, существует такая, точнее, есть такая фраза, что существуют три вида лжи. Ложь, наглая ложь и статистика. Дальше как раз-таки я вам расскажу про то, как метрики процесса могут обмануть и что делать, чтобы не быть обманутым ими. И рассмотрим мы это на трех примерах. Первый пример. Мы возьмем самую распространенную метрику процесса, это время поставки. Напомню, что эта метрика рассчитывается от момента взятия запроса в работу до поставки готового решения. Перед вами скриншот динамики времени поставки одной из команд. По оси Y находится время поставки в днях. По оси X временной период в разрезе по месяцам. У нас есть цель от менеджера. Время поставки не более 30 дней. Смотрим на динамику в апреле и мае. Что мы видим? В апреле команда поставляла до 44 дней. В мае до 24. Время поставки сократилось почти в два раза, на 45%. Цель выполнена? Выполнена. Светофор горит зеленым, менеджер доволен. Он считает, что команда работает эффективно. Но на самом деле все не так. Приоткрою завесу тайны и сделаем прям минимальный анализ. Перед вами скриншот из Jira, это наша система ведения задач. Это, собственно, переход задачи по статусам. Смотрим на первую строчку. Что мы видим? Задачу перевели в бизнес-анализ, и там она пролежала 20 недель, 1 день, 20 часов 54 минуты. Очень долгий бизнес-анализ. А затем ее прокликали. По всем рабочим статусам за 20 секунд. Если вы мне действительно покажете команду, которая разрабатывает за 20 секунд, я буду готова забрать свои слова назад. Но очевидно, что это нереальное отображение работы команды. И таких данных немало. То есть в выборке, по которым строится метрика, половина данных вот таких. Соответственно, мы не можем сделать вывод, хорошо работала команда или плохо. У нас априори метрика некорректная. Какой можно сделать вывод из этого примера? Любая метрика строится на данных. Базой данных является система ведения задач. Соответственно, первое, что нужно сделать, это навести порядок в вашей системе ведения задач. То есть необходимо задать правила и культуру ведения задач в системе. Рассмотрим второй пример. В то же время поставки. Что еще влияет на корректный расчет метрик? Это реперные точки. Для времени поставки реперными точками является момент взятия запроса в работу и поставка готового решения. Вот со второй обычно проблем не бывает. А первое очень часто либо отсутствует, либо она неявная. Поясню, что это такое момент взятия запроса в работу. Это точка принятия обязательств со стороны IT. Или, иначе говоря, commitment point. Это когда заказчик принял решение, что эту задачу важно и нужно реализовать. Она готова для разработки. И мы ее выбираем к себе в бэклог. И, собственно, берем обязательство поставить ее в конкретный период. Разберем это чуть подробнее. Очень упрощенный процесс. Есть часть работ, которая относится к бизнесу. Есть часть работ, которая относится к IT. И момент взаимодействия бизнеса и IT. Тоже очень упрощенно. Появилась идея. Ее проанализировали, написали требования, реализовали. И на выходе готовое решение. Посмотрим на это с точки зрения приложения непосредственных усилий. То есть прямой работы над задачей. Когда у нас идея только появилась, она какое-то время ожидает. Ее не сразу берут в работу. Что значит ее берут в работу? Например, когда у нас начинается анализ. Проверяют гипотезы, смотрят на аналитику, формируют критерии и так далее. Потом снова период ожидания. И снова период работы. Вот эти периоды ожидания, это что значит? Есть какая-то очередь задач. Есть потребность привлечения эксперта, потребность согласования, приключения контекста, зависимости от других команд. И это нормально. На самом деле важно, чтобы все-таки периодов ожидания было меньше, чем периодов прямой работы над задачей. Так вот, хочу задать вам вопрос. Как вы считаете, где здесь, на этом упрощенном процессе, находится точка принятия обязательств по поставке со стороны IT? Ну, тут плавает от команды команду, но где-то в районе описания требований. То есть описание требований, когда бизнес и разработка уже начали коммуницировать над описанием корректного решения. То есть, значит, это уже взяли в очередь. То есть, когда анализ завершен, и уже начинается коммуникация между бизнесом и разработкой. Так, один вариант. Спасибо большое. Еще руки. Второй ряд. Есть рука. Мне кажется, где-то между анализом и описанием требований, потому что там часто составляется радмап, где примерно описаны сроки разработки, и получается, что в конце сроков, по идее, обязательно должна быть уже поставка какого-то сервиса. Так, спасибо. Еще есть рука, второй ряд? Мне кажется, что тут очень сложно определить какую-то точку, потому что на разных этапах могут быть разные простои. Даже условно мы там сделали анализ, писали требования, и потом мы, может, уперлись просто в то, что у нас какая-то система в разработке не готова к тому, чтобы брать некоторые задачи. Также могут быть какие-то другие запинки, и это достаточно трудный процесс. Так, спасибо. Так, вижу здесь еще руки. Простите. Ну, точки этой здесь сейчас нет. Она находится, где начинается голубая полосочка разработки. Почему? Потому что IT не может принять обязательства поставки до тех пор, пока не описаны требования, пока они не могут сделать свой внутренний анализ собственно этой задачи. Так, спасибо. Ну, давайте еще один вариант. Точка принятия обязательств может быть в тот момент, когда заказчик сказал, да, мне это надо, а исполнитель сказал, да, мы это сделаем. И здесь на графике не совсем понятно, где она может быть. То есть после… Может быть, какой-то предварительный анализ, да, может возникать до этого момента. Тогда это будет в анализе. Так, спасибо большое. Спасибо всем за ответы. На самом деле, да, ее здесь сейчас нет. Поясню, почему это не момент описания требований. Если мы считаем, что после окончания описания требований, либо пока мы их пишем, происходит точка принятия обязательств, это некорректно. Потому что в данном случае мы для заказчика сформируем ложные ожидания по поставке. Они будут более удлиненные. Если мы считаем, что это момент старта реализации, кто-то говорил, что это начало вот этого синего прямоугольника, это уже тоже не совсем корректно. В данном случае будет извещение постфактум бизнеса, заказчика о том, что работы были начаты. Так что же делать, чтобы появилась точка принятия обязательств? Когда у нас есть описание требований, точнее, когда оно завершено, что происходит? Вспоминайте. Происходит верификация этих требований. Собирается команда разработки, продукты, все остальные заинтересованные лица, смотрят на эту задачу и принимают решение о том, что требований достаточно. И только после задача становится готовой для разработки. Но это еще тоже не момент принятия обязательств. И вот только когда команда разработки выбирает вот эту готовую для разработки задачу к себе в бэклог и формирует ожидания по ее поставке, в течение какого периода она будет поставлена, это и есть commitment point от IT. Чтобы он был явный, и заказчик, и команда должны знать, какие условия должны наступить для того, чтобы произошел commitment point. Соответственно, явный commitment point – это когда и заказчик, и команда знают, что при выполнении конкретных условий обязательства по поставке со стороны IT приняты. Если у нас потоковая система, то это отдельный выделенный статус, вот как здесь, допустим, на слайде на таймлайне. И этот статус есть в вашей системе введения задач. Если же это скрам-команды, для них точка принятия обязательств по поставке – это начало спринта. Какой можно сделать вывод из этого примера? А для того, чтобы у нас расчет метрик был корректным, первое, что нужно понять, какие метрики мы хотим считать, что есть реперные точки для этих процессных метрик, и затем занести эти реперные точки в систему введения задач. Это могут быть статусы, это могут быть какие-то даты, переходы, другие события, атрибуты. Без этого расчет метрик будет априори некорректным. Идем дальше. Третий пример. Здесь я бы хотела сравнить две уже метрики. Время поставки, мы про нее уже с вами говорили, и пропускная способность. Но я довольно часто встречаюсь с тем, что путают эти две метрики, либо неправильно их воспринимают. Поэтому давайте выровняемся. Представим, что мы с вами находимся на автомобильном заводе. К нам пришел запрос на разработку машины конкретной комплектации. Собственно, клиент заказал машину, допустим, красный кузов, светлый салон, двигатель 2 литра и так далее. Мы принимаем этот заказ и начинаем собирать эту машину. Вот то, как долго у нас идет сборка, крутится машина на конвейере, это время поставки. В данном примере время поставки 3 месяца. В данном примере время поставки это 3 месяца. Соответственно, как долго у нас машина крутится на конвейере, пока мы ее собираем. Есть окончание конвейера, откуда на постоянной основе выходят готовые машины. И вот то, как часто мы выпускаем готовые машины, это метрика пропускная способность. В данном случае, допустим, это 5 машин в месяц, и данная метрика измеряется в штуках, в количестве. А время поставки измеряется во времени. И также давайте выровняемся, что есть положительная динамика для этих двух метрик. Время поставки это про то, как долго идет разработка. Соответственно, мы хотим разрабатывать быстрее. То есть положительная динамика — это сокращение времени поставки. Пропускная способность — это про то, как часто мы поставляем эти готовые решения. Соответственно, мы хотим поставлять чаще. И положительная динамика — это увеличение пропускной способности. Теперь, когда мы с вами выровнялись, давайте посмотрим на график динамики пропускной способности одной из команд. Что здесь есть? По оси Y количество закрытых выполненных задач. По оси X временной период в разрезе по месяцам. У нас есть цель от менеджера, что пропускная способность более 45 задач в месяц. Смотрим на июль и август. У нас резкий скачок. Команда стала производить, реализовывать в два раза больше, на 55% больше, чем в предыдущем месяце. Светофор горит зеленым. Менеджеры довольны. Они считают, что команды работают крайне эффективно. Как вы думаете, вот смотря на такой дешборд вопрос в зал, какие можно сделать выводы? Почему такой резкий скачок пропускной способности? Так, 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 подождите, подождите, подождите. У нас микрофон есть. Ну тут может быть вариант, что задачи были более простые, или что они какое-то время тратили на подготовку, условно, и потом быстренько их сделали. Да, принимаются. Еще варианты? Они те же самые задачи декомпозировали просто на большее количество. Так, принимаются. Так, сейчас у нас вот здесь еще. Просто заканчивались более длинные задачи, и они попали все на август. Так, у нас еще есть. Как вариант. Закрыли какие-то исторические задачи массово. Почистили бэклог. Почистили это в трэш перевели. То, что в трэш, тут не отображается. Это выполненные задачи. Так, еще давайте два варианта и продолжим. Бегу, бегу. Вы рассказывали про кейс, где прокликали. Вот может быть то же самое. Что прокликали? Ну в бэклоге задачи валялись, потом казалось, что их выполнили, просто не оттрекали в нужное время. Вот, пожалуйста. Так, да, принимается. И давайте последний вариант и продолжим. Просто те же самые задачи стали декомпозировать на более мелкие, их стало больше. Но ничего не поменялось. Ага, отлично. Ну смотрите, самые простые выводы, которые можно сделать, и которые на самом деле первые приходят в голову, что увеличился состав команды, либо команда разработала какое-то технологическое решение, не знаю, там к CICD пришли, либо реализовывали только маленькие задачи. Но вот последний вывод можно на самом деле сразу, скажем так, отмести, обнулить, потому что если мы посмотрим на следующий месяц, на сентябрь, у нас пропускная способность не сильно падает. Обряд ли команда два месяца подряд реализовывала только маленькие задачи. Так вот, менеджеры, когда смотрят на этот дэшборд, на эту динамику, у них светофоры стабильно зеленые, они довольны. Они считают, что команды крайне эффективные. Но делаем вот так и накладываем на пропускную способность время поставки. Смотрим на август. Что мы видим? В августе команды разработали, внимание, в два раза больше задач, и разработка этих задач была в два раза быстрее. В два раза больше задач, в два раза быстрее. Отдельно по этим двуметрикам у нас положительная динамика. Светофоры зеленые, менеджеры довольны. Но когда мы смотрим на них совместно, у нас появляется явный прецедент для анализа. Делаем этот анализ, и как правильно говорили в зале, что произошло внутри команды. Они просто изменили декомпозицию. Ранее размер одной задачи, это сейчас от двух до четырех. И самое важное, что с точки зрения ценности ничего не поменялось. Раньше ценность несла одна большая задача. Сейчас ту же самую ценность несет от двух до четырех задач. Пропускная способность растет, закрытых задач становится намного больше. Время поставки, да, сокращается, потому что маленькие задачи реализовывать быстрее. Их можно тоже релизить более мелкими группами. Но с точки зрения ценности перформинга команды ничего не поменялось. То есть что произошло? Изменилась норма соотношения этих двух метрик. Ранее это медианные значения. Норма была порядка 42 задач в месяц, которые поставляются до 26 дней. Сейчас норма порядка 70 задач в месяц, которые поставляются до 24 дней. Какой можно сделать вывод из этого примера? Одна метрика в вакууме непоказательна. Необходимо анализировать изменения, каждое изменение каждой метрики и в том числе относительно друг друга. Я вам показала на примерах, как метрики могут обмануть. Так что же делать, чтобы не быть ими обманутым? Самое первое, мы настраиваем базу данных. Это система ведения задач. Отмечаем там реперные точки. Затем договариваемся о правилах работы и соблюдаем их. Что значит? Определяем, с какими типами задач мы работаем. Какой workflow у этих типов задач. Как отмечать блокировки, зависимости. И поддерживаем доски в актуальном состоянии. И только потом идем в анализ метрик. Анализируем метрики относительно друг друга. Смотрим на метрики в динамике, собственно, как было на слайдах. И отдельно хочу акцентировать ваше внимание. Не гонитесь за зеленым сигналом светофора по процессным метрикам. Это индикатор здоровья команды. Дополнительный способ выявить какие-то проблемы. Проверить гипотезы решения этих проблем. Не надо ставить самоцели по снижению или росту, точнее, по снижению либо росту одних или других метрик. Мы с вами посмотрели первый блок моего доклада про то, как метрики обманывают. Далее хочу вам рассказать про то, почему я считаю, что метрики процесса не являются оценкой эффективности работы. Давайте представим, что все, о чем я говорила в первой части, мы сделали, и теперь мы действительно считаем, что наши команды поставляют быстро и качественно. Сейчас я хочу сместить фокус вашего внимания на правую часть, на конец цепочки поставки ценности. И задать такой вопрос. Готовое решение, которое поставляется пользователям, это что? Это решение удовлетворяет потребности ваших клиентов? Давайте посмотрим на это с точки зрения двух сценариев. Первый сценарий. Ваши команды поставляют быстро и качественно. Дэшборды зеленые, менеджеры довольны, команды работают эффективно. А что с пользователями? А они тут недовольны. Им быстро и качественно поставляется то, что им не нужно. В данном случае менеджеры смотрят на метрики процесса без привязки к контексту. А какой смысл контролировать процесс создания решения, если само решение никому не нужно? Посмотрим на второй сценарий. Здесь у нас поставка не такая быстрая и с ошибками. Цветофоры горят желтым и красным. Менеджеры недовольны. По их мнению, команды работают неэффективно. А что тут с пользователями? А они, в принципе, довольны. Они получают то, в чем они заинтересованы. Да, они это получают не так быстро, как хотелось бы. Да, с ошибками. Но это то, что им нужно. И они готовы подождать какое-то время и смириться с ошибками этого продукта. По той причине, что их потребность этим продуктам удовлетворяется. Посмотрим на эти два сценария совместно. Что лучше? Поставлять быстро и качественно то, что никому не нужно? Или, возможно, не так быстро и с ошибками, но то, в чем заинтересован пользователь? То, что удовлетворяет его потребности? То, зачем он к вам готов идти, возвращаться и покупать это? Конечно, целевой сценарий следующий. Когда мы быстро и качественно поставляем то, что нужно пользователям. Метрики процесса и качества — это лишь индикатор здоровья команды, как мы с вами ранее уже посмотрели. Это дополнительная возможность выявить узкие места процесса, проверить гипотезы решения этих проблем. С этими метриками работают скрам-мастера, темблиды, руководители разработки. Но когда мы говорим про эффективность работы, нужно идти смотреть не на то, как происходит поставка, а что мы поставляем и для кого. А здесь уже нужно смотреть на метрики продукта и бизнес-показателя. С этими данными работают владельцы продуктов, менеджеры продуктов, бизнес-заказчики. То есть, когда мы говорим, что мы хотим начать оценивать эффективность, мы должны идти по цепочке поставки ценности не слева направо, а справа налево. То есть мы сначала смотрим на то решение, которое поставляется. Востребован ли в нем пользователь? Готов ли он к нам возвращаться за этим решением? Будет ли он его покупать? А это про что? Это про поиск и поддержку состояния product-market-fit. Это когда у компании есть продукт, который обладает конкретной ценностью для конкретной целевой аудитории. Напомню три основных составляющих. Первое – это клиент. Вы знаете, кому нужен ваш продукт. Второе – это проблема клиента. Ваш продукт удовлетворяет конкретную потребность, решает конкретную проблему вашего клиента. И это решение. То решение, которое поставляется пользователю, ему нужно, он готов за него платить. Задача любого продукта – привлечь аудиторию, которая согласится купить то решение, которое ей поставляют. Если это решение не будет соответствовать ожиданиям клиента, продаж не будет. Не будет продаж, не будет прибыли. Все просто. Итого. Да что ж такое. Первоочередно фокус внимания на то, что мы поставляем. В чем ценность поставляемого решения. То есть мы определяем, что есть для нас состояние product market feed и как его дальше поддерживать и развивать. И только потом мы смотрим на то, как улучшить процесс поставки этого ценного для пользователя решения. Подводя итог, хотелось бы отметить следующее. Не гонитесь за зеленым сигналом по процессным метрикам. Этот зеленый сигнал – это лишь индикатор здоровья команды, который требует анализа. Процессные метрики без контекста не имеют никакой ценности. Эффективность – это не зеленый светофор, это удовлетворенный клиент. Поэтому проверьте себя, кто ваш клиент и какая у него проблема. Удовлетворяет ли ваше решение потребности вашего клиента? Готов ли он платить за него? И только после улучшайте процесс поставки этого ценного для клиента решения. Спасибо за внимание. Ваши вопросы. Спасибо, Настя. Очень жаркая тема у нас получилась. Ну что, давайте пройдемся по вопросам. Как донести до команды разработки важность не забывать вовремя менять статусы и не прокликивать? Здесь важный момент. Если мы говорим с точки зрения метрик, то показать им примерно такие же слайды в плане того, чтобы смотреть вашу систему введения задач, собрать по ней отчетность и показать, что, допустим, на результатах из системы отчетности отображается нереальная работа команды. Если же вопрос относительно того, как, например, заинтересовать команду вести доску, допустим, на тех же дейликах и так далее, то здесь скорее про то, что нужно доносить ценность, что доска — это тот инструмент, вокруг которого строится ваш процесс работы, что она должна отображать самое актуальное состояние. Мы фокусируемся, мы как команда работаем над задачами, которые у нас ведутся в этой системе, соответственно, отображаются на этой доске. И вот таким образом мотивировать их работать на дейлике с точки зрения актуализации этой доски. Спасибо. Следующий вопрос. Как в метриках учесть большие и дорогие задачи, допустим, на 13 story points, которые делались 3 и более месяцев? Производительность резко скакнет, когда задачи выполним. Да, это очень хороший вопрос. Смотрите, здесь у меня не было разбивки по типам задач. Тут мы смотрели на совокупность, которая есть. Это и фичи, и инженерные задачи, и технические задачи и так далее, и большие, и маленькие. Соответственно, если вы понимаете, что ваши команды имеют очень большую вариативность в размере задачи, то можно отмечать на самих графиках, какие типы задач, какого размера, с какой периодичностью поставляются. И уже относительно этого смотреть на динамику. Спасибо. Если метрики просядут, менеджеры придут с претензиями, то команды начнут подделывать результаты. Это не так сложно. Как быть? Да, очень хороший вопрос. Действительно, это так. И подделать результаты, как мы сейчас с вами увидели, очень легко. Здесь важный момент. Первое. Мы договариваемся с менеджером, объясняем им, что метрики, точнее, то, как светофоры горят на наших дашбордах, зависит не от того, насколько плохо или хорошо работает команда, а на это влияет куча разных факторов, о которых мы сейчас с вами и говорили. То, как ведется система ведения задач. То, какие типы использует команда, поменялся ли состав команды, поменялись ли условия команды, может быть, изменился продукт. И только на основе этих данных, точнее, учитывая эти данные, нужно делать какой-либо вывод. То есть мы сначала идем и поясняем это менеджерам, договариваемся с ними, что мы не просто в лоб смотрим на те светофоры, которые отображаются на дашбордах, с учетом аналитики, с учетом выводов. И только уже после говорим с ними о том, что если вы недовольны тем, как работают команды, то тогда уже с выводами, конкретными аргументациями идем к команде и выясняем, в чем же проблема. Как вы мотивируете команду адекватно вести шаги и задач в системе? Правило — это хорошо, но execution is the king. Ну, смотрите, этот инструмент — это инструмент для команды. Соответственно, любое правило, которое задается, это ненавязанное правило от руководства. Эти правила формирует сама команда. Мы с ними встречаемся и с ними определяем, какие запросы к ним приходят, как они их реализовывают, как им лучше и в дальнейшем более выгодно вести, допустим, блокировки, вести зависимости и так далее. Спасибо. Может, стоит воркфлоу поменять, чтобы людям не нужно было прокликивать десяток статусов? Очевидно же, что аналитик просто решил закрыть, видимо, feature request. Хороший тоже вопрос. Здесь нужно посмотреть на момент с двух сторон. Да, может быть и такое, что действительно ваша система введения задач содержит кучу ненужных статусов, и на постоянной основе команда будет их прокликивать, потому что не понимает их ценность. Возвращаемся к заданию правил. Когда мы задаем правила, и культура, работая с доской, с задачами, мы это делаем вместе с командой. Мы с ними проговариваем, какой воркфлоу должна содержать каждая задача. Ну и, соответственно, не будет такого, что задача будет как-то прокликана. Какие критерии здоровой работы команды, если процессные метрики можно подкрашивать, а смотреть на результат получается редко из-за сложных поставок? Здесь нужно использовать процессные метрики, но нужно их использовать правильно, вот как мы сейчас с вами посмотрели. То есть каждую метрику проверяем соседней. Смотрим на несколько метрик, в принципе, в совокупности. И на основе этого делаем выводы про эффективность работы команды. Мой, наверное, ответ будет таким. Спасибо. Если после commitment point приоритет задач меняется со стороны бизнеса, то это увеличивает метрику времени поставки или не должно влиять на нее? Если поменялся приоритет, то есть мы начали работать над задачей, она у нас находится в разработке, смена приоритетов произошла. Конечно, это удлинит время поставки. Здесь нужно вытаскивать эту непосредственно задачу, этот прецедент на ретроспективу, звать туда заказчика и, собственно, с ним проговаривать, почему так произошло и что можно сделать в будущем, чтобы, собственно, нивелировать такие ситуации. Кто у вас в компании и как работает с менеджерами? По части объяснить, что зеленый DB – это не самоцель. У нас это делают деливери менеджера. Да-да-да. Собственно, это те люди, которые отвечают за выстраивание процесса разработки не только в IT, но и с точки зрения взаимодействия IT и бизнеса. Поэтому если у нас начинается давление со стороны менеджеров на команды, то первоочередно пойдет общаться и объяснять всю историю в деливери менеджер. Так, давайте еще два вопроса. Идея в том, что метрики нужно выставлять более осознанно, ту же удовлетворенность заказчика тоже можно в метрику ввести. Да, можно, конечно. Мы же с вами посмотрели, что есть процессные метрики, а есть метрики продукта, бизнес-показатели. Там также можно строить и определять, точнее, нужно определить, какие метрики мы будем смотреть, чтобы оценить, насколько наш продукт удовлетворяет потребностям клиента. Определили ряд этих метрик. Также определили правила, по которым эти метрики мы в дальнейшем будем снимать. И, конечно, да, смотрим на аналогичные дешборды, делаем выводы, насколько мы поставляем нужный для пользователя продукт. для пользователя продукт. Как убедить разработку делать быстро и с багами? Делать быстро и с багами? Никак, да. Быстрый ответ. Поэтому давайте еще один вопросик, какой-нибудь из последних возьмем. Программисты умные, и чем хитрее метрика, тем больше они будут тратить времени на подделку. Могут ли вообще метрики увеличить скорость? Нет, сами метрики никак скорость не увеличат. Еще раз, метрики — это лишь индикатор, куда мы можем посмотреть, как дополнительный инструмент, из которого вытащить, где же у нас проблемы в процессе поставки и выявить эту проблему и пойти ее решать. Вот именно решение этой проблемы поможет увеличить поставку. Сама метрика на это никак не влияет. Ну и чтобы умные программисты не взламывали эти метрики, не нужно, во-первых, устраивать тотальный мониторинг, да, и какие-то наказания команде, санкции командам вводить, если у них не наблюдается положительная динамика. Чем проще метрики, тем лучше. Соответственно, как-то так.